А в какую камеру вообще смотреть? Смотрите, пожалуйста, перед собой. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Маша Фокина. Сочойки сериал? Сериалити? Сериал плюс реалити. Каста. Реальные истории столичной золотой молодёжи. И вы играете сами в себя. Класс. О них пишут. Мне бы хотелось, чтобы было много красивых девушек. Они – главный генофонд нашей страны. Как это нет сценария? Они – будущие политики, олигархи, короли эпатажа и мегазвёзды. Мне же не надо учить слова. Они прожигают жизнь и не думают о деньгах. Сердце тусовки киевской. Им завидуют. Живём так, как хотим. За ними следят. Очень хочется влюбиться. Они обречены на успех. Мне нравится. Я готов. Мы рождены, чтобы жить красиво. Как у тебя дела продвигаются с клипом? Фух, пацаны. Будет движ. Короче, Лёха, тебе повезло, что ты едешь. Ты как раз хотел сказать, подожди, я не смогу поехать. Слушай, а что такой акцент на Лёше? Например, ты мне даже не предлагал ещё. А вы мне подскажете, как мне найти Созеновского? Я написала книгу. Так что тебе нужно? Я чувствую в этом человеке родственную душу. Помнишь, что попалили, попалили? Так вот, если вы не попали, то у меня будут большие проблемы. Подни проспись, какие отношения? Я хочу отстоять свою репутацию и готова людям предъявить доказательства. Я устала за тобой бегать. Так что до свидания. Сейчас искать кого-то, на кого отвлечься. Зачем, если у тебя есть маша? Может, мы попробуем всё сначала? Насчёт Димы я решила дать чему шанс. Может быть, поедем куда-то в красивое место вдвоём? Хочу сделать конкурс вместе с селебрити. Я, собственно говоря, хотел бы, чтобы ты там участвовал. Вы, кстати, проходите туда в ливёрочку. Ой, ты ко мне, да. Мне показалось, Костя специально захотел пригласить Каролину, чтобы столкнуть её с Лейлой. Я хотел бы иметь такую девушку, как Лейла. Привет. Привет. Как у вас с Димой? Замечательно. Я тоже думала сначала, что у нас всё замечательно, пока не узнала, что у вас. Боже, что ты мельишь? Да, я влюбилась в этого человека. Я даже не могла предполагать, что у него может быть девушка. Мы там, не знаю, проводили всё своё время свободное вместе. Он там оставался у меня ночеватый. Ты сейчас хочешь мне сказать, что Дима бегал за двумя... Ну, у него такая натура, да, он гуляет. Ладно, Каролина, всё, я прошу тебя, я всё поняла. Давай, пожалуйста, закроем эту тему. Всё. Открыто! Кто это? Входи уже, грязь. А что ты так, можно сказать, поздно или рано? Привет. Держи, я тебе. Спасибо. Хорошо выглядишь. А с чего ты решил, когда я это? Что я не сплюю руками? Ну, был повод, был повод. Ладно, во-первых, ты забыла у меня кое-что, вот. Я думала, что ж бы тебя написали. Давай. Ну, как дела? А? Я откуда? Я с одной встречей важный очень. Ты такой у меня какой-то безумно весёлый. Я, значит, подписал очень выгодный контракт, договор. Совсем неожиданно для меня. А что, фильм? Да. Да? Не просто фильм, да ещё полный метр художественной плёночкой, 35 миллиметров. Кодек, как всё, ну, всё, всё как положено. Опа! Я тебя поздравляю. Оно всё, конечно, хорошо, но мы не сможем видеться. Думаю, что где-то месяц точно. Да, серьезно? Ты посмотри, там всё ли на месте у тебя. Я поняла. В общем, таинство. Боже, твоя красота. Боже, а что это? Откуда это? Очень красиво. Правда? Тебе нравится? Очень красиво. Ну, это ты поцелуй меня делаешься только. А когда у тебя, кстати, с авиалютом? Завтра, в рано утром. Ну, только на щекучку пива. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, здрасте, здрасте. Принцесса наша. Да, ну, вы просто молодцы. Очень классно смотрели. Красотки, красотки. Супер вообще. Я вас хотела поблагодарить, я так поднялась на настроение. Может, Лейли, конечно, и всё равно, что там у Димы было, что-то с Каролиной или не было. Но в любом случае, она очень хорошая актриса. Кстати, по поводу моего мероприятия, я завтра хочу сделать закрытого плана вечеринку и пригласить туда всех участниц данного проекта. Буду рад вас видеть. Жаль, правда, Димы не будет. Дима улетает на съёмки. А Женя будет? Какой? Ну, как какой? Джей Би? Дядя, он вообще, ты что? Да у меня обидка просто давняя на него. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет! Привет! Ты что-то так рано делаешь. Ты должна ещё в клубе быть, автопати. Я решила взять пример с тебя и чуть-чуть так. Привести себя в форму. Ничего себе, молодец. Мы можем помочь тебе. Да, правда? Да. Возьмёшься за такую ученицу? Смотрим. Очень классно спину качает. Да? Я тебе покажу первый раз. Ну, давай. А потом ты повторишь. Мне нравится, когда ты так делаешь. Субтитры сделал DimaTorzok Меня улыбнуло то, как Алена пыталась обознить меня во время тренировки. Я, конечно, понял, что это всё шоу не просто так. Как у тебя хорошо получается, только ты спешишь. Задерживайся в конце. Ты любишь делать всё медленно? И качественно. Мне нравится твоя тактика. Всё, на сегодня закончим пример. Только я не могу понять, зачем тебе это всё в такую рань. Ты не знаешь, я же сейчас занимаюсь спасательской деятельностью. Вот, решила себя таким образом организовать. Кстати, помнится мне, я кому-то на e-mail высылала почитать свою книгу. Наверное, затерялась. Может быть, мы это как-то по-другому сделаем? Как? Ну, не знаю. Например, например... Дуровка красивая. Эй-эй-эй. За завтрак. Алло. Алло, ну здравствуй, Свет мой. Как дела? Да, здравствуй. Дим, ты что ли? А, боже. Сейчас я встану, минутку подожди, пожалуйста. Всё хорошо, как долетел. Это просто была каторга. Я так соскучился по тебе. А ты носишь мое украшение, которое я тебе подарил? Я его сегодня не одевала, потому что в спортзале, считаю, такие вещи не носятся. Ну, смотри мне. Буду, буду, конечно. Не всегда, но обещаю, буду. Ну, хорошо, скучаю, внимаю, целую. Давай, взаимно. Да, давай, целую. Здравствуйте, а у вас пару гривен для Слепова не найдётся? А что будет сделать? На мою жизнь. На хлеб. Знаю вашу жизнь. Добьтесь за мое здоровье. Спасибо. Так сколько дала? 50. 50 в времени? 50 евро. Как 50 евро? 50 евро. Настоящие? Настоящие. 50 евро. Я прозрел. Дай сюда. Дальше. Пошли отсюда. Дальше. Для Алисы Порше вообще был не сбывшейся мечтой. Однажды на вопрос Назоревого поклонника, чем же тебя можно удивить, она недолго думала. И сказала, а купи мне машину. Прошло три дня, прежде чем Валера перезвонил. После дежурных приветствий он сразу уточнил, где встречаемся. Не знаю, в кинотеатре брякнула Алиса. Первое, что пришло на ум. Нет, ты не поняла, в каком автосалоне. И она сразу сделала выбор. Примчалась туда практически одновременно с Валерой. Что-то специальности. Конечно. Габриолет серебристого цвета, который сразу бросился в глаза, просто обязан был стать Алисиным. Она так и видела себя в нем. Садилась и делала вид, что рулит. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты мне и сдал эту книгу. Мне нужна 3000 долларов. А мне какая выгода? Я знаю, что у тебя есть доставка еды. Квикли. Я могу сделать так, чтобы мои герои заказывали постоянно твою еду. Как тебе мое предложение? Ну, в принципе. О, привет, ребят. Привет. Привет. Привет, Алина. Садись. Не ожидала вас увидеть. А, у нас деловая встреча. Я тоже тебя не ожидала. Да? Началось. Деловая, да, встреча у нас? Алена предложила, чтобы я ей помог издать книжку. Взаимен этого героя будет кушать квикли еду. В ее книге? Да. Ну, как промо-акция. Понятно. Как тебе? Мне? Да. Ну, на мой взгляд, это бессмысленное и абсолютно невыгодное финансовое вложение. Чего? Я могу тебе кучу аргументов привести, почему я так считаю, но... Честно, на самом деле, у меня очень мало времени, потому что я пришла с тобой поговорить, обсудить подготовку к твоему дню рождения. Что с лицом, дружок? Да нет, ничего. На мой взгляд, Валеру нужно ограничить от общения с Аленой Лоран. Поскольку я Валеру уважаю и желаю ему всего самого наилучшего, и общение столь опасное для него особое, мне кажется, оно неуместно. И когда-то Валера мне еще за это спасибо скажет. А что за день рождения? Мой день рождения. То есть я могу рассчитывать на приглашение? Татьяна занимается организацией. К большому сожалению, у нас ограничено количество людей на дне рождения. Ну да, и коль Татьяна занимается, окей. Нет, там все близкие будут. Ну что, мы с тобой побольше обсудим, потому что сейчас я должен бежать. Так, ну что вам хватит на завтрак. Все, пока. Все, до встречи, Валерич. До сезона. Книжку ты хочешь выписать, да? Да. А ты, я смотрю, на метле прилетела, да? Я возле твоей там припарковалась, только у меня миленькая. Танюша, откуда такое предвзятое отношение? Ты же не знаешь, что за книгам. С какой целью ты мне пытаешься сейчас помешать? Я тебе объясню. Дело в том, что я сейчас, на данный момент, с Валерой, мы деловые партнеры. И все, что касается его бизнеса, каких-то вложений, имеет ко мне прямое отношение. И если я вижу, что бизнес не выгодный, то, естественно, я говорю то, что мне не нравится. Первый раз слышу, чтобы у тебя были какие-то познания в бизнесе. А ты мало обо мне знаешь. Я вообще не понимаю, как эта дура, блин, силиконовая, с этими нарощенными патлами своими белыми, как она втерлась в доверие к Валерии. Вот вообще, кто она такая, чтобы она ему советовать, выпускать мне книгу, не выпускать, блин. Пусть в зеркало они себя сначала посмотрят, блин. Да. Ну ничего. Я ей еще покажу. Если она хочет со мной воевать, она будет со мной воевать. И еще пожалеет очень о том, что она со мной связалась. Маша! Да-да-да. Слышишь, где? Прямо иди. Ты как прям за семью замками, слушай, тебя не найти. Приветики. Как дела? Нормально. Ну что, Машка? Приступим. Фотосессия готова? Это надо посмотреть, что я пока, честно говоря, не сильно понимаю, что я хочу. Посмотреть не посмотреть, но главное, что мы уже решили делать. Я хочу провокационное. Хорошо. Пинап нет, этника нет. Космическое что-то. Но Леди Гага, понимаешь? У нас же вот это три направления. Ну Леди Гаги, у нас сейчас каждая третья Леди Гага, понимаешь? Вот. Нет, ну, понимаешь, если что-то провокационное, то это должно... Извините, еще пять. И чтобы не было уже раздетая. Вот такого я не хочу. Ой, что я могу сказать? Ну, мне везет, конечно, в моей работе на сложных людей. И бывают разные ситуации. Но Маша – это, конечно же, клиент под знаком восклицания. Она очень капризная. Было бы прикольно, мне нравится. Как будто бы прям бабушки дуют корову. Но ты тогда не должна быть дояркой, ты же понимаешь? Я думала делать в каком-то афро-стиле. Ну, Африка, мне Бразилия, честно говоря. Продолжение следует... Это не просто дружба, это каста. У нас все время движут бессонные трусы. Я уже вижу жизнь, как в сказке, прямо по курсу. А значит, ты держишь там крепче, и вдаль в пол. И мы будем делать только то, что нам по приколу. У нас правильный бизнес и крепкая дружба. Не лезем в драку, но за друга по-любому вкружимся. Удача любит сильных, потому-то мы висучи. Я знаю, дальше будет по-любому еще круче. И мои мысли там, где солнце. Руки к небу, давай, дотронься. Удача любит богатых и сильных. Мы рождены, чтобы жить красиво. И мои мысли там, где солнце. Руки к небу, давай, дотронься. Удача любит богатых и сильных. Мы рождены, чтобы жить красиво. Ой-ой-ой, Татьяна, что вы делаете? Привет, Джей. Привет. Какими судьбами? Пришла бы смотреть на тебя. Кстати, очень классно ты поешь. Рэпчик читал. Очень классно. Вот я сижу сейчас и понимаю, что ты такой талантливый. Блин. Еще раз скажи, пожалуйста. Ты такой, ты такой, ты, 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 ты. Да все, все, я сижу. В общем, у меня день рождения у моего бизнес-партнера. Вот, у Леры Зыновского. Сейчас будет. Знаешь, да? Так, так, так. Вот. И я бы хотела ему под качество подарка подарить какую-то песенку. Может быть, там, два-три куплетика. Какое-то поздравительное. С днем рождения. Сможем сделать это? Слушай, ну ты понимаешь, что это уже просьба к шоу-бизнесу. В шоу-бизнесе тут свои правила. Ты же помнишь, что все через постель. Ну я знаю, что через постель в шоу-бизнесе пробиваются только геи. Да ладно? Для меня это удивление прям, что ли. Ладно, тогда я тебе помогу. Да? Тогда я тебе помогу, да. Ну, наверное, помогу. Мы можем сходить куда-нибудь в кино или перекусить. Можем. Можем, я с удовольствием. Отлично. Я хотела удивить Валеру нестандартным подарком, поэтому я решила сделать ему сюрприз и подарить песню. Я пошла на студию к Жене для того, чтобы он мне в этом помог. Стихи я умею писать, а музыку нет. Я найду аргументы, как убедить в этом Жене. Алло? Ой, привет, Каролиночка. Слушай, я давно тебя не видела, не слышала. Есть отличный повод встретиться. Костя Мороз организовывает вечеринку на пляже. В общем, диджей, музыка, бассейн. Вот. Делаем тусовку, повеселимся. Так что я хочу, чтобы ты со мной поехала. Я подумаю, я перезвоню у тебя, ладно? Давай, целую, пока-пока. Женечка. Сап. Ты не хочешь со мной сегодня на вечеринку сходить? Мне Карлинка позвонила, сказала, какая-то загородная, очень там прикольная вечеринка будет. Идем. Да? Я за. Ну, круто. Абсолютно отличный день. Особенно гороскоп, который я сегодня услышал по радио про себя. Обычно не верю в такую хрень. Но как-то вот чувствую, что сегодня может все получиться. Даже может быть секс. Классный секс. Ну, давай, выпьем. Хорошая погода. Супер, столько красивых девочек возле бассейна. Ой, я тебе обещаю, сегодня будет море. Оазис будет. Оазис. Кстати, смотри, он Каролина уже приехала. Мальчишки, привет! Привет! Привет, дорогая. Блин, как здесь здорово вообще. Привет. Рад видеть шампанского. Ой, спасибо. Ну, давай, выпьем. Так сложно ходить. Как доехала? Отлично. Веноприятие уже. Здорово. Так, Масянь, ну, проходи туда дальше, к бассейну. Хорошо, вы потом подойдитесь. Да, там все людишки, мы потом подойдем. Мы сейчас встречаем гостей. Окей, давай. Как ты ее назвал? Масянь? Да, я не понял. Это что такое? Костя! Костя! Дорогая! Это все свои, да? Привет! Здорово, дорогая. Привет! Так хорошо, такая погода замечательная. Привет! Шампанское. Шампанское. Разве что течет. Так, я предлагаю этот мой как-то запечатлеть. Давайте я вас сфотографирую. Я это сделаю просто ведь ослепительно. Константин, меня как-то прямо смущает со своим этим навязчивым поведением. Так, улыбаемся. Костя, слышь? Привет! Ого! О, наконец-то, блин. Ты не потерялся, я рад тебя видеть. Привет, Точка. Привет, Таня. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас здесь вообще не ожидал видеть, вы понимаете? Танечка. Я не ожидал, что вы будете лапать девушку-друга. Так, какой-то Константин прям навязчивый. Так вот это вот. Я вообще не понимаю. Вы здесь не в списках сегодня. Я вам полностью доверяю, и мне бы хотелось, чтобы этот человек был со мной. Привет, Алена. Хочу тебя позвать на день рождения свой. Мы хотим... Немного непристойности. Пригласить тебя сегодня вечером в сауну. Ты же любишь голую обнаженную грудь? Да. Я согласен. Что у вас с Димой? Вы не помирились? Может, мы где-то прогуляемся по городу? Ты знаешь, я рада, что ты показала свое истинное лицо. И не хлопай мне здесь дверью. А это еще что за хрень? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok